Питомник немецких овчарок лучший в России. Есть известные и знаменитые породы собак. Немецкая овчарка – легендарное животное. Владеть им, честь и ответственность. Лучшее место, где можно приобрести породистого щенка – питомник немецких овчарк. Почему многие выбирают немецких овчарк? Прощурами породы считают северных и индийских волков. Целенаправленное разведение приписывают немецкому родмистру М. Э. Фон Штефанницу. В конце 19 века он создал питомник, где методом селекции выращивал чистокровных животных с заданными качествами. В дальнейшем дело родмистра приобрело общенациональный масштаб. Немецкие овчарки популярны во всем мире к сведению. Задумка удалась – немецкие овчарки, но получили такие внешние, физиологические и поведенческие свойства, которые отличают породу. Из общего ряда семейства псовых. Это сильные, красивые и благородные создания. Питомцы имеют уравновешенный и спокойный характер, дружелюбны. Проявляется образительность инициативу в экстремальных ситуациях. Агрессия проявляется, когда хозяину грозит опасность. Преданность и верная служба. Дисциплинированность. Нашли применение животных в армии и полиции на границе. Отличие немецких овчарок к России и Германии. В СССР век назад возникла необходимость послушных подающихся дрессурей, приспособленных к суровым условиям страны – собаках. За основу взяли немецкий генный материал, вывели под вид – восточноевропейскую овчарку – ВИА. Важно! Как породу мир признал восточноевропейскую овчарку только в 2002 году. Генетическое родство пород неоспоримо, но ряд отличий все же существует – внешний вид. Немца отличает знаменитый пресет на задние конечности – хребет спускается к хвосту под углом 23 градуса. Спина восточника ровная, конституция крупнее. Задние лапы немецкой овчарки в отличие от восточноевропейской сильно отведены назад. Темперамент. Восточники уравновешенные, выдержанные. Немецкие собратья – эмоциональные и возбудимые стандарты породы. Представитель ВИА на 12 сантиметров выше в хулке и на 20 килограмм тяжелее. Окрас схожий – чепрачный, зонарный, черный, функции. Немец – сторожит и пасет стадо, участник соревнований и выставок – ищейка. Восточник – компаньон, поводырь, охранник. Сходство пород проявляется в развитом интеллекте, способности к обучению, привязанности к хозяину. Любой питомник немецких овчарок имеет официальные документы на собак и обзор лучших питомников немецких овчарок. Племенные питомники немецких овчарок разбросаны по всем регионам РФ. Самые знаменитые покупатели породистых особей записываются за несколько месяцев. Вомратенблиц зверопитомник начал свою историю в 2005 году. С двух щенков знаменитой немецкой породы. Сегодня это крупное предприятие по выращиванию и воспитанию животных. В питомнике уделяют особое внимание чистоте породы, развитию генетических задатков. Обучают, лечат и ухаживают за псами профессионалы высокого класса. Собаки сдают экзамены после курса дрессировок, получают высокие места на монопородных выставках. Важно! Питомцы допущены национальным клубом пород к племенному размножению. Питомник в Омлечтинфаст собакам подмосковного предприятия по разведению породистых немецких овчарок обеспечено лучшее проживание и уход просторной вольеры, сбалансированное питание, режим прогулок и тренировок. Псы физически развиты, красивы и послушные подходят для домашнего содержания в квартире. На территории действует гостиница для временного проживания домашних питомцев, где к ним относятся с любовью и терпением. Питомник в Омлечтинфаст двое увлеченных немецкими овчарками людей создали в 1983 году. За питомник, подопечный которого уже в 1992 году принесли первые чемпионские призы, умело организованная работа, профессиональный подход к селекции, бережные отношения к генофонду принесли широкую популярность питомнику в Омлечтинфаст. Щенки отличаются отменным здоровьем, полным соответствием стандартам породы. Питомник в Омхаус Вулфшунд направление питомника, экстерьер и рабочие качества. Организаторы опираются на кинологический опыт МВД и ВВ. Производители в Омхаус Вулфшунд завоевали всевозможные чемпионские титулы России. Выпускники предприятия – достойные представители породы. Это мощные животные, преданные и дисциплинированные охранники-компаньоны. Обратите внимание, покупатели щенков получают метрику питомца – ветеринарный паспорт. Российская кинологическая федерация и ФСА зарегистрировали в Омхаус Вулфшунд в 2001 году. Выпускники фирмы – физически и психически развитые животные. Работают в московском метрополитене, крупных столичных парках, служат в МЧС и полиции. Дрессировка собак проводится по всем правилам питомник в Омхаус Шлассер, год основания – 1992. Это крупнейший питомник России. Все особи соответствуют требованиям стандарта породы. Щенки различаются окрасом и длиной шерсти. Дружелюбные питомцы подходят для семей с маленькими детьми. С голубой звезды – московский питомник овчарок предлагает вревитых щенков шестимесячного возраста. Потомство титулованных родителей обладает развитым интеллектом, выносливостью. Немецкие овчарки – хорошие бегуны, поэтому сопровождают хозяев на прогулках и охоте. Сотрудники команды единомышленников, объединенных любовью к животным, считают своей целью выращивание здоровых и красивых щенков для передачи в добрые руки. Даймантин Шлоссес – относительно молодое предприятие, которое продает щенков с прекрасной родословной. В питомнике ответственно относятся к племенному отбору каждой вязки. Длинношерстные щенки, энергичные и жизнелюбивые, содержатся в чистых вольерах. Опытные кинологи занимаются тренировками и дрессурой. Покупатели приобретают воспитанную здоровую собаку – отличного друга. Питомник Адер Хайденхоф – ответственные заводчики из города Электростали разводят овчарок с прекрасными рабочими характеристиками. Ухоженные и тренированные собаки получают заботу, правильное воспитание. Обратите внимание, выпускники становятся призерами всероссийских и зарубежных выставок и соревнований. Допущены к племенному использованию. Питомник Вом Форестов и собаки рождаются в этом зверопитомнике в атмосфере любви и добра. Вырастают контактными и общительными, преданно служат семье. Хорошее здоровье и психика – отличительные черты воспитанников. Владельцы предприятия используют последние достижения науки в деле разведения чистопородных немецких овчарк. Воспитанники получают призы на самых престижных выставках мира. Черные немецкие овчарки – результат долгой селекции. Питомник Гладиатор – год основания 1993. Специфическое направление питомник черных овчарок. Невероятной красоты чистейший окрас получен путем скрупулезного подбора генетического материала. За сезон в организации получают 5-6 пометов здорового потомства. К сведению, в 2019 году. Питомник принят в Российскую лигу киноловов. Мерхов здесь разводят самую востребованную и универсальную породу в мире – немецких овчарк. Профессионалы молодого предприятия взяли за основу мысли ротмистера фон Штефаница, который призывал разводить собак с любви к ним, но не ради выгоды. Заводчик, ветеринарный врач, уделяет особое внимание здоровью подопечных и чистоте породы. Питомник Алирис, сразу за МКАД, в 15 километрах по Ленинградскому шоссе располагается питомник, в котором животные рождаются счастливо. Живут в прекрасных условиях. Присматривает за псами коллектия в профессиональных киноловов. Покупатели получают консультации по содержанию и воспитанию овчарок, пакет документов, метрическое свидетельство, ветеринарный паспорт с отметками о прививках. На службу в МВД чаще всего берут именно овчарок питомники МВД. Служебное собаководство широко развито на территории России. Запись на помет немецких овчарок в этих заведениях идет по всей стране. Неудивительно, в питомниках практикуют традиционные устаревшие методы воспитания. В результате владелец получает хорошо обученные животные, послушные воли хозяина. Собак в питомниках МВД готовят по 11 специальностям, в том числе и химразведка, диверсионная деятельность, минно-розыскная и санитарная службы. Как выбрать щенка в питомнике? Сначала определяются с породой полом окрасом питомца. В заведении обращают внимание на экстерьер родителей условия содержания. Обратите внимание, заботливый заводчик поинтересуется, в какой семью забирают животное, подбирая питомца по характеру. В полутрамесячном возрасте щенки получают свидетельство о рождении, на ухо породистых особей ставят клеймо. Домой малышей забирают с микрочипом и пакетом документов. Подходящий возраст – 8-10 недель. К этому моменту овчарка проходит социализацию, получает базовое обучение. Для выставочной работы и племенного разведения животных берут позднее 6-9 месяцев. Немецкие овчарки – необыкновенно красивые, неприхотливые в уходе собаки. Владельцы получают верного друга, дружелюбного и преданного компаньона, отличного сторожа. Чистокровных особей приобретают в специализированных питомниках. В авторитетных заведениях в очереди за щенками стоят несколько месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok